В Центре управления регионом участницы образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города» представили свои инициативы губернатору. Рассказали об их значимости и важности. Некоторые из них уже даже запустили пилотные выпуски своих проектов. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с авторами социальных инициатив, разработанных в рамках образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города», которая состоялась весной и летом этого года. Все эти проекты направлены на то, чтобы улучшить жизнь во флотских городах. И все они возможны к реализации на территориях ЗАТО и военных гарнизонов Северного флота. Инициативы очень разные. На тему туризма, на тему спорта, на тему образования детей. Инициативы актуальны по профориентации женщин, по изменению, возможно, жизненного пути, если люди сталкиваются с какой-то бедой или с какой-то проблемой в семье. Инициативы, которые как раз чисто женские, такой мягкой силы, мягкой направленности, потому что именно женщины лучше знают, что им нужно в своих городах и что им не хватает, может быть, для более счастливой и комфортной жизни. Один из проектов посвящен укреплению семейных ценностей, теме, не теряющей своей актуальности. В рамках просветительской мотивационной программы проекта в течение двух месяцев более 60 семей посетят творческие мастерские и встретятся с экспертами. На этих встречах через психологические тренинги, через трансформационные игры, через арт-терапию мы поможем нашим супругам стать ближе чуть-чуточку друг к другу, понять друг друга, услышать, а также на некоторые вещи посмотреть совершенно с другой стороны. И финальной точкой нашего проекта станет проведение фестиваля семейных ценностей в городе Оленигорске. Виктория Фомина родом из Донецка. Она участвовала в реализации проекта «Гуманитарный батальон Новороссия», оказывала помощь народному ополчению Донбасса и мирному населению. Помощь своим землякам всегда была для нее в приоритете. Отсюда и появился проект «То, что важнее всего» – организации гуманитарных потоков для военнослужащих. Мы решили привлекать бизнес для помощи участникам СВО. То есть они предоставляют нам скидки. В идеале, конечно же, в дальнейшем это будет и авиаперелеты, и ЖД-проезд. В данный момент это супермаркеты, аптеки, строительные магазины разнообразные, места отдыха, спортивные комплексы, которые позволяют, естественно, ослабить нагрузку материальную на семейный бюджет участников СВО, но, естественно, поддержать моральный дух. Для женщин эти инициативы – дополнительная возможность самореализации и шанс изменить условия жизни в своем регионе в лучшую сторону. Спасибо большое. Спасибо.